Остановка есть, маршрутки нет. Ещё недавно в микро-НСВИЯГО курсировал маршрут номер 39. В 2017-м его отменили. Теперь самая ближайшая остановка – Универсал в семи сотнях метрах. Зимой добираться особенно тяжело. Подали иск в управление дорожного хозяйства города Ульяновска. Суд выиграли. Но до сих пор движение маршрутки не восстановлено. Очень неудобно. В микро-НСВИЯГО курсировал маршрутки. В микро-НСВИЯГО проживает больше трёх с половиной тысяч ульяновцев. Много семей с детьми, которых нужно возить в детский сад и школу, пенсионеров. Пассажирские перевозки по маршруту следования улицы Шомова, Отрадная и проспект Хошимина просят восстановить и депутаты. Проблема в дальнем Засвияжье не единственная, требующая незамедлительного решения. Добраться с центра в левобережье, особенно в час пик, всегда вызывает у людей трудности. Но с наступлением холодов жалобы от жителей участились. Уехать невозможно, график работы не соблюдается. В этом убедились и слуги народа, наведавшись на остановку Ульгэс. На данной остановке отсутствуют графики движения транспортных средств. Также по Янзекс-карте мы проверили, идёт с опозданием. Маршрутка уже уехала на следующий день. Через 2-3 минуты на карте показывают, что она только подъезжает. В этом смысле она вводит заблуждение пассажиров. К тому же перевозчики не соблюдают правила санитарно-эпидемиологического контроля. Водитель без масок, о какой-либо социальной дистанции в салоне говорить не приходится. Безусловно, мы будем заслуживать руководителей, чтобы приводили всё в соответствие. Я ещё говорю, что подтверждаются жалобы, имеют своё место, и они, в принципе, жители правы. Сложно уехать в тёмное время суток и из Нового города. Проблемы в Заволжском районе существуют и не маленькие. Особенно это отмечается в выходные дни, когда количество маршруток значительно уменьшается. Мы этот момент начинаем регулировать, контролировать, потому что в данную погоду долго стоять на остановках невозможно. После обращения жителей решено поставить дополнительную автобусную остановку в новом микрорайоне Центральный, напротив дома номер 13 по улице Ливаново. Решать остальные транспортные проблемы депутаты будут вместе с городским управлением дорожного хозяйства и профильным министерством. Анна Тищенко, Новости Управды ТВ.